Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы будем заценивать вот этого малыша. Но малыш непростой. Я его нежно называю пиранья, потому что это такой себе маленький монстр третьего уровня. Объясню почему. Дело в том, что эта реношка, она обладает интересным орудием. Рено УЕ-57 обладает орудием с бронепробитием в 105 единиц и альфой в 90 при перезарядке 4,5 секунды и 1211 единиц ДПМа. При этом время сведения составляет 2,4. Короче говоря, вот эти вот все цифры мы заценим непосредственно в бою. Но перед тем, как мы с вами это сделаем, ребятки, я хочу вам показать один интересный прикольчик. Как мне кажется, поправьте меня, если вы со мной не согласны, самое приятное сочетание пробития к альфе у ПЗ-3 на его топовой пушке 4 уровня. И оно составляет 65 единиц бронепробития, ребят, 65, не 105, 65 единиц пробития и 80 единиц среднего урона. Там же 90, да, пускай на десяточку, но для третьего уровня это существенно. Но, как по крайней мере, мне кажется, в процентном соотношении. Теперь давайте посмотрим на бронирование. Ну, допустим, возьмем, кто там у нас есть, Д2, который, в принципе, ну, имеет броню. И вот, смотрите, броня башни 39, корпуса 40. Возвращаемся к ПЗ-шке, открываем ее, смотрим. Броня башни 32, корпуса 54. Короче, ребят, я к чему говорю? Я просто говорю к тому, что у этого малыша бронепробития достаточно для того, чтобы сшить практически во все места, в принципе, все танки на своем уровне. И, в принципе, довольно неплохо противостоять в отношении бронепробития машинкам уровнем выше. Это все, что я хотел сказать про этого страшного малышонка. Почему страшного? Потому что с ним, честно говоря, не страшно сталкиваться ввиду отсутствия его бронирования. Но крайне неприятно, когда он начинает вас накидывать, а вы не успеваете отстреливаться. Погнали в бой, посмотрим, что этот малыш смотрит непосредственно в замесе. Ребят, пока мы запрыгиваем в бой, обратите внимание на правый нижний угол. Там есть желтый шильдик. Наведите на него мышь и буквально за одну секунду, нажав на кнопку подписаться, вы становитесь постоянным зрителем моего канала. Я вам буду безумно благодарен. Без ваших подписок к каналу не существовать. И это будет ваш существенный вклад в развитие моего начинания. Для вас эта подписка не стоит ровным счетом ничего. Ноль. Полный ноль. Даже крошки хлеба. А для меня это, ну, просто огромный кусочек кислорода. Для моего канала. Спасибо вам большое за благовременно. Я попытаюсь объехать всю эту когорту. Как я понимаю, скорее всего, где-нибудь в городе я имею все шансы встретить ТТ. Ну и, соответственно, заценить бронепробитие данной машины. Как я уже сказал, машинка броней не то чтобы не отличается. У нее просто брони нет. То есть просто забудьте о слове броня, играя конкретно на этой рыношке. Подвижность у машинки довольно-таки неплохая. Мне всегда нравилось на ней передвигаться. Вы не чувствуете себя каким-нибудь унылым. Откидывать по 81. Но, согласитесь, приятненько. Перезарядка тоже в целом довольно неплохая. Я так понимаю, что сейчас мне очень быстренько сплетут лапки. Потому что я приехал сюда сам. И против меня несколько противников. Мне бы тут одного, дай бог, разобрать. Но, в целом, ребят, если вы займете нормальную позицию в бою и не будете быковать так, как это сделал я, то, соответственно, вас и разбирать так не будет. Ну вот, в принципе, и поиграли. Но за то время, пока мы здесь поиграли этих трех товарищей и отвлекали собой, наши друзья разнесли полностью направление. Ну и, соответственно, я думаю, будет победа. Досматриваем этот бой, заедем. И в следующем бою попытаюсь меньше упарываться, больше сейвиться. Итак, друзья, закончился наш бой. Слава богу, закончился победой. 340 единиц урона. В общих показателях нашей команды мы заняли среднячок. И этот среднячок мы успели занять, несмотря на то, что разбивали трое противников, а мы просто от них отбивались. Сейчас забрасываемся в следующую катку. Ну и, соответственно, посмотрим, что будет, если попытаться не лезть на рожон и отыгрывать где-нибудь на расстоянии. Вообще, ребят, сейчас, пока мы заходили в бой, я посмотрел на списки команд и понял, что, по-моему, самое время переименовывать третий уровень в уровень кини. И вот так вот с друзьями там где-нибудь встречаешься и говоришь, вы знаете, а я люблю там восьмой уровень, кто-то говорит, а мне нравятся десятки, а кто-то такой сидит такой, говорит, а мне нравится больше всего играть на кини. Уж больно много их стало. Машинка действительно всем зашла. Машинка довольно фановая, довольно прикольная. Ну и довольно бесплатная. Итак, ребят, на дальних расстояниях орудие очень точное. Вот снаряд полетел четко туда, куда ты его посылаешь. Единственное, что не всегда ты успеваешь это сделать до момента, пока все отъезжают. Но заметьте, машинка накидывает и машинка докидывает довольно-таки неплохо. То есть, в принципе, сейчас в ПЗ-шку мы закинули разочек. Вот сейчас мы закинули вверх башенки Д2. Согласитесь, но точность довольно неплохая. Сейчас закинули в кини. Короче говоря, если вы будете на этой машинке занимать нормальную позицию, на которой можно стоять и прикольненько так себе в кайф ПТ-шить, поверьте, у вас все будет получаться. Пробития хватает, точности хватает, скорости перезарядки тоже больше, чем достаточно. Но и в целом, посмотрите, машинка действительно, если на ней не упарываться, если на ней не бежать куда-нибудь вперед, единственная проблемка, если у вас есть кому прикрывать, она дорогого стоит. Она реально очень много может. Никто ее не боится, как вы видите, едут на нее просто-таки впритык. Сейчас меня опять разберут. Но по результатам боя, посмотрите, что эта машинка смогла по наносимому урону. Поверьте мне, вы будете очень сильно удивлены. Остался один наш союзник, сейчас его доразбирают. Наш бо немножко подзастыл, но такое тоже встречается. Итак, ребят, давайте заценим результаты боя. Да, это проигрыш, но согласитесь, команда полностью слилась. Если бы команда немножко выдержала, то мы бы, в принципе, вытянули вполне спокойно на победу, потому что 700 с копейками, почти 800 единиц урона, и, ребят, в нашей команде это первое место. Вот пожили бы мы чутка подольше, вот поиграли бы вот эти ребятка чутка получше, если бы у них получилось, ну и, соответственно, мы бы накосили гораздо больше. Я вам скажу так, на этой машинке можно делать вполне спокойно косарь, а то и косарь с копейками урона абсолютно без печали. Главное, чтобы этому малышу нашлось место в бою, такое, в котором его не будут разбирать, а команда сделает все необходимое для того, чтобы в него не прилетало, отвлекая на себя противников. Ну, а вы в это время будете в них набрасывать по 90. Поверьте, это очень кайфово на третьем уровне. Всем большое спасибо за просмотр, возвращайтесь на канал, я всегда буду рад видеть вас. Подписывайтесь на канал по желтому шильдику, который видите в правом нижнем углу, я вам буду безумно благодарен. Также буду безумно благодарен за ваши лайки и комментарии под данным видео. Всех благ, всего хорошего, мира вам и спокойствия. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!